В эфире служба новостей Саров 24 в студии Екатерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Какие изменения произошли в национальном календаре прививок? Неделя добрых дел. Наш город присоединился к всероссийской акции. В Сарове проходит первенство города по волейболу среди школьников. Далее расскажем по всем подробно. Национальный календарь прививок – это документ, утверждаемый Минздравом, согласно которому определяются типы и сроки вакцинации. Календарь позволяет рационально применять вакцины специалистам, а производителям прогнозировать потребности в препаратах, определять сроки и объемы выпуска. В этом году список пополнила вакцинация от коронавирусной инфекции. Во время пандемии многие вирусы отошли на второй план. Однако, кроме коронавируса, по-прежнему есть риск заразиться другими опасными болезнями. Защиту от многих из них может обеспечить вакцина. Это наиболее эффективный способ обезопасить себя от инфекции, предупредить зачастую потенциально смертельные заболевания, утверждают врачи. Для своевременной вакцинации каждого пациента существует национальный календарь прививок. По сути, представляет собой график вакцинации человека, любого гражданина Российской Федерации, начиная с момента рождения, с роддома, детишек прививают и на протяжении всей жизни человека. Утверждается национальный календарь профилактических прививок Минздравом Российской Федерации. Вакцинация, согласно календарю, проводится в рамках обязательного медицинского страхования, бесплатно. После прививки иммунитет вырабатывается почти всегда. Вакцинация особенно необходима людям с хроническими заболеваниями, чтобы избежать серьезных последствий. Например, корь может осложниться развитием энцефалита, а гепатит В привести к циррозу печени и впоследствии к развитию злокачественной опухоли. Прививки, которые входят в календарь прививок от туберкулеза, гепатита В, дифтерии, столбняка, кори, краснухи, паротита, вакцинация от пневмококовой инфекции, гемофильной палочки. Также включаются прививки по эпидемиологическим показаниям в национальный календарь прививок. В настоящее время это прививки от коронавирусной инфекции. Некоторые прививки необходимо делать регулярно, так как уровень антител с возрастом понижается. Не стоит бояться вакцины, уверяют специалисты. Препарат перед тем, как выпустить на рынок и в лечебные учреждения, тщательно тестируют. Прописывают все возможные побочные действия. По сути, единственным противопоказанием к вакцине может быть аллергия на ее компоненты. Высокая температура, гипертермический синдром, азнок, ламота в теле. То есть это реакция организма на введение вакцины, и пугаться этого не нужно. Перед вакцинацией человек обязательно посещает терапевта. Который осматривает пациента, измеряет температуру, другие показатели, давление, частоту сердечных сокращений. И оценивает показания и противопоказания к вакцинации у данного человека. После каждой прививки наименование вакцины, дозу, дату и время введения медики вносят в единую компьютерную базу. Информацию обо всех своих инъекциях пациент может получить в виде сертификата в любое время, если обратиться в прививочный кабинет или канцелярию поликлиники с документом, подтверждающим личность. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. Госдума приняла закон, который расширяет возможность использования многодетными семьями компенсации в размере 450 тысяч рублей на погашение потечного кредита. Инициатива направлена на поддержку семей с тремя и более детьми, заявил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Закон позволяет погашать кредиты не только в готовом жилье, но и в строящемся, или приобретать жилье с ремонтом, уточнил он на пленарном заседании. Сегодня многие приобретают жилье с черновой отделкой и не могут сделать за дополнительные средства ремонт. Отметим, что многодетные семьи получают сегодня от государства более миллиона рублей, которые они могут направить на решение жилищного вопроса. Во-первых, это материнский капитал, который в нынешнем году составляет 639 431 рубль, а во-вторых, 450 тысяч рублей, которыми можно покосить ипотеку при рождении третьего ребенка. Сейчас помощь распространяется на случай, когда цель кредитного договора – приобретение жилого помещения, в том числе объекта индивидуального жилищного строительства или земельного участка, предоставляемого для этих целей, либо приобретение жилого помещения по договору долевого участия. В случае принятия такого закона второй материнский капитал можно будет использовать на кредиты на покупку земли для введения личного подсобного хозяйства лесодоводства, строительство объекта ИЖС, приобретение такого объекта в случае, если стройка не завершена, уплату взноса члена жилищно-строительного кооператива, оплату неотделимых улучшений или ремонта этих объектов, Уплату страховых взносов по договорам и страхованию. В целом это важное решение, учитывая, что недостроенный дом стоит значительно дешевле, чем готовый под ключ, отметил в комментарии журналистом председатель городской думы Вячеслав Володин. Речь в документе идет о софинансировании таких кредитов в размере 450 тысяч рублей. Программа действует с сентября 2019 года и рассчитана на семьи, в которых с 1 января того года по 31 декабря 2022 года родятся третьи или последующие дети. Всем, сделавшим прививку от коронавируса, теперь можно получить сертификат вакцинированного на английском языке на портале госуслуги. Если вы оставили данные за гранпаспорт в личном кабинете на госуслугах, то они будут отражены в сертификате. Это сделано в том числе и для того, чтобы любой мог использовать документ для поезда к заграницу. Когда сервис тестировали, сертификат стяжал только данные российского паспорта. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В мае россиянам предстоит работать только 19 дней. Остальные приходятся либо на выходные, либо на праздничные даты. В 2021 году на выходные выпадают как праздник весны и труда 1 мая, так и день победы 9 мая. Они будут перенесены на будни, а первые рабочие недели месяца будут четырехдневными. Так отдыхать россияне будут с 1 по 3 мая, а также с 8 по 10 мая. Всего в мае будет 12 выходных дней вместе с праздниками. Как отмечает телеканал 360, около 500 тысяч россиян планируют провести майские праздники в Краснодарском крае. Также в пятерке самых популярных направлений находятся Крым, оздоровительные курорты Кавказа, Москва и Санкт-Петербург. С 15 апреля тест на новую коронавирусную инфекцию обязаны будут сдавать все граждане России, которые возвращаются в страну, любым видом транспорта, объявил Роспотребнадзор. Ранее тест был обязателен только для прибывших на самолетах. При наземном пересечении границ он не требовался. ПЦР-тест необходимо сдать в течение трех календарных дней и загрузить результаты на портал госуслуги. До получения результата теста необходимо соблюдать самоизоляцию. Аэропорт Нижнего Новгорода Стригин открывает авиарейсы по четырем направлениям. С конца апреля и до конца октября жители региона смогут улететь в Мурманск, Калининград, Краснодар и Минеральные воды. Новые рейсы в Калининград станут доступными уже с 25 апреля. Летать в самый западный регион России будут три раза в неделю по средам, пятницам и воскресеньям. Детская художественная школа объявляет набор детей на новый учебный год. На бюджетное отделение изобразительного искусства «Живопись» ждут ребят в возрасте от 8 до 12 лет. Для поступления нужно будет сдать экзамен, который пройдет в мае. Информацию для поступающих и бланк заявлений можно найти на сайте школы в разделе «Поступающим». Прием заявлений и копии свидетельств о рождении детей начались 15 апреля. Документы необходимо направлять на электронную почту С 20 по 27 апреля Саров присоединится к всероссийской акции «Весенняя неделя добра». Это будут экологические и благотворительные акции, мероприятия ко дню донора, акции помощи приютам для животных и множество других активностей в сфере добровольчества и взаимопомощи. Принять участие в «Весенние недели добра» в Сарове может любой желающий. Подробности далее. Объединить волонтеров и рассказать о том, что за люди живут в нашем городе, и какие добрые дела они делают. Это главная цель акции «Неделя добрых дел». После пережитого локдауна волонтеров стало значительно больше. Причем в добровольчество идут не только подростки, которых привлекает в первую очередь общение. Все больше взрослых людей присоединяются к волонтерским движениям. Здесь суть. Целую неделю как можно чаще и больше рассказывать об этих активностях. Напоминать о том, что люди, которые, может быть, сомневаются, стать добровольцем или нет, они могут им не стать. И это несложно стать, но это очень благородно, ответственно и классно. И при этом люди, которые, например, когда-то сомневались, делать доброе дело или нет, в принципе, «Весенняя неделя добра» может стать таким хорошим стимулом. Календарь «Весенняя неделя добра» традиционно приурочен к определенным датам. Под нее как раз попадают праздники, которые соответствуют тематике добровольчества. Это и День донора, День земли, День заповедных парков, День солидарности молодежи и так далее. На «Недель добра» проведут экологические, благотворительные акции. Акции помощи приютам для животных и множества других активностей в сфере добровольчества и взаимопомощи. Традиционные мероприятия в рамках «Весенняя неделя добра» мы убираемся. При этом в этом году мы решили предложить чаще всего молодежь, чтобы она не воспринимала эту уборку как обязаловку, мы решили им предложить убраться в интересном формате. Это будет всероссийский такой опыт. Мы его попробуем в Сарове 23-го числа. Это будут чистые игры. Люди будут убираться, молодежь будет убираться, но очень в интересном формате. То есть на выходе мы получим чистые газоны, но это будет немножечко не так, как это обычно происходит. Людям и должно быть интересно это делать. Завершится «Недель добра» 27 апреля. В этот день в Муниципальном ресурсном добровольческом центре на базе молодежного центра пройдет день открытых дверей. Организаторы познакомят посетителей с добровольческими объединениями города и подведут итоги акции. Самые активные участники получат благодарственные письма. Сейчас идет прием заявок от саровчан, желающих сделать какое-то доброе дело. У нас сейчас идет, так скажем, заявочная кампания в плане того, что мы всем желающим предлагаем заявиться на эту «Неделю добра», заявиться, рассказать о том, что вы планируете делать какие-то мероприятия, вы хотите сделать, вам нужна помощь, вы думаете, но не знаете как. Вы уже, в принципе, готовы сделать доброе дело и готовы о нем рассказать. С нашей стороны полностью информационная поддержка, ресурсная поддержка, то есть можем помочь, подсказать, рассказать, сопроводить любое мероприятие. Заявить о своем участии можно заполнив форму в группе «Саров молодежь ВКонтакте». Там же можно узнавать о всех активностях и мероприятиях «Весенние недели добра». Центр занятости населения Сарова рассказал о ситуации на рынке труда. В этом году за содействием в поиске подходящей работы обратилось почти 600 человек. Из них больше половины – женщины. Нашли работу более 70% от общего числа обратившихся. На профессиональное обучение направлено 17 безработных граждан. В общественных работах приняли участие 14 человек. Средняя продолжительность безработицы – почти 6 месяцев. По состоянию на 1 апреля численность безработных граждан, состоящих на регистрационном учете в Центре занятости, составляет 735 человек. В аналогичном периоде 2020 года – 231 человек. 53% из них – женщины. Большинство из безработных имеют высшее и среднее профессиональное образование. Имеющих среднее и основное общее образование – 26,26%. Требуются сотрудники в организации сферы обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности, промышленности, строительства, транспорта. Нужны специалисты высшего и среднего уровня квалификации в области науки и техники здравоохранения, образования, права в сфере бизнеса и ЭКТ. Неквалифицированные рабочие – операторы производственных установок и машин, сборщики и водители. Самостоятельно заработать на новый телефон – такую цель ставит перед собой самый юный предприниматель Сарова, 9-летняя Василиса Ефимова. Год назад она завела на Ютубе свой блог, а осенью начала работать в сетевой компании. Чтобы рекламировать товар, Василиса использует блог и творческие способности. Свои первые видео на Ютуб-канал Василиса Ефимова сняла около года назад. Тогда она распаковывала свои подарки ко дню рождения. Чуть позже девочка узнала про сетевой бизнес и решила попробовать себя в нем. А навыки создания видеороликов использовать для рекламы. На вопрос, зачем ей вообще работа, Василиса отвечает четко. Я хотела, чтобы у меня было много денег. Много денег – понятие относительное. Василиса не имеет в виду миллион, и девочка хочет сама заработать на новый телефон. Бизнес и творчество не отвлекают школьницу от главного. Она успевает успешно учиться и заниматься сразу в двух секциях – художественной гимнастике и плавании. Мама Василисы бизнес-начинание девочки поддерживает и даже порой помогает снимать ролики. Последний раз, когда я снимала распаковку, мне помогала мама, потому что хоть в Инстаграме есть такая функция «Свободные руки», но все же я не могла как бы вот так вот тянуться, выключать и включать. Познакомиться с творчеством юного бизнесмена-блогера вы можете в Ютубе или Инстаграме. Профили девочки можно найти по ее имени – Василиса Ефимова. В нашем городе прошло ежегодное первенство школ по волейболу среди юношей. В традиционном соревновании приняли участие команды из 11 школ города. О том, как складывалась ситуация на спортивной площадке, расскажем в следующем репортаже. В соревнованиях по волейболу среди школ города в Сарове в этом году принимают участие 11 команд. Лидеры среди них уже определились. Им предстоит сразиться за призовые места. Предугадать, кто станет первым, пока сложно. Соперники идут на равных. Пока первые идут, третий лицей, а за второй и третий будет ожесточенная борьба. Второе место будет разыгрывать или 12 школа, или 20. Как раз у них игра между собой, там будет объясняться. Командам из второй гимназии и 14 школы в тройку лидеров войти не удалось. Им пришлось бороться за пятое и шестое место. В первой партии спортсмены второй гимназии повели в счете, но уже во второй команда 14-й перехватила инициативу и к середине игры вышла вперед. Но соперник сдаваться не собирался и после минутного таймаута смог догнать и выиграть вторую партию. Спортсмены школы номер 14 из-за проигрыша не расстраиваются. Говорят, в следующем году обязательно отыграются. Мы к этой игре готовились довольно-таки небольшой срок. Угру мы показали достойную, но ошибки их никто не отменял. Страховки, задняя линия, то есть это все нам, понятное дело, надо дорабатывать. И чем лучше, тем эффективнее будет результат в дальнейших играх. А вот команда из второй гимназии пятому месту не рада. Они планировали войти в тройку лидеров. По мнению капитана Сергея Чернышева, чтобы подняться на пьедестал почета, команде не хватило опытных игроков. Команда всегда меняется, сильные уходят. Вот в этот раз больше сильных ушло, чем пришло. Победитель турнира определится в конце этой недели, а уже на следующей стартует чемпионат по волейболу среди девочек. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе, смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работали Ксивина Апенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин